В Иркутской области разыскивают опасных преступников, которые этой ночью сбежали из колонии строгого режима. Четверо осужденных сделали подкоп под забор. О самом побеге информации крайне мало, но... Тюрьма. Полосы отчуждения. Опасная зона. Стой. Стрелять буду. Разве можно отсюда сбежать? Есть безумцы, которые все-таки пытаются. На свой страх и риск совершая невозможное для нормального человека. Он на пальцах смог, цепляясь за выбоины в кирпичах, добраться до самого верха этой стены. Как может человек отнести к этому, когда ему дают двадцатку? План совершения преступления был разорвотан, на мой взгляд, просто. Гениальные комбинаторы. Бесславные подражатели великих афер Фрэнка Абигнейла и Томаса Крауна. Они тоже рискнули устроить из своего побега настоящее голливудское кино. Преодолеть сень, по-моему, это запредельно что-то. Высшие силы помогали. Все, человек шел на все. Идеальные побеги, если и случаются, то только в кино. А в реальной жизни беглецов ловят и снова возвращают в тюрьму. Вместо хэппи-энда в финальных титрах – банальный конец. От трех до восьми лет за побег к основному соку. И прекрасно все осознают, знают, что рано или поздно они будут пойманы и обратно возвращены в места лишения свободы. Но, тем не менее, глоток свободы делает свое дело. В любом случае, наказание неотвратимо. 22 марта 2012 года из колонии строгого режима в поселке Шексна Вологодской области сбежал заключенный. Как? Очень просто. Улетел на вертолете. Информация о совершении побега поступила нам в 9 часов утра. Естественно, первая реакция была недоверие, потому что способ, выбранный осужденным для побега, является нестандартным и достаточно экстремальным. Многие сотрудники подумали, что это какие-то очередные учения. Но это были не учения, а самое настоящее ЧП. Выяснилось, сбежать Шестакову помогали двое сообщников. Немедленно по тревоге были подняты все оперативные сотрудники полиции. На территории Вологодской области началась операция «Вулкан» по задержанию преступников. Порядка 150 вооруженных сотрудников с нашей стороны, ну и со стороны УМВД, я предполагаю, что количество, наверное, было многократно больше. Было организовано усиленное патрулирование, была осуществлена работа на постах ДПС. Практически на выезде и на въезде в город проверялись все машины. Когда поступила ориентировка, что преступники вооружены, под охрану были взяты все школы и детские учреждения. На улицу вышли патрули. Мы использовали здесь телевидение, радио, интернет, потому что в данной ситуации, сами представляете, действовать без помощи граждан практически невозможно. Из личного дела Алексея Шестакова. 1976 года рождения. Осужден по нескольким статьям. Воровство, грабеж, убийство. Получил 24 года. Отсидел из них больше половины. Через 8 лет Шестаков мог подавать прошение о досрочном освобождении. Но выбрал побег. Причина, как оказалось, очень личная. Мы с ней познакомились 12 декабря. И у нее был, оказывается, день рождения в этот день. То есть я разговаривал по телефону с человеком, общался. А она оказалась, скажем так, вот рядом. Она – это Татьяна Важалина. Они никогда раньше не виделись, зато могли часами говорить по телефону. И однажды Шестаков понял – он пойдет ради этой женщины на все. Даже на побег. Ну, роман был, очевидно, да. Роман был, и... Возможно, они испытывали какую-то симпатию друг к другу. Из личного дела Татьяны Важалиной. 1976 года рождения. Ранее судима за незаконный оборот наркотических средств. Отсидела три года. Почему? Я скажу тебе, в веско получили. Вот, очевидно, что Шестаков терся к ней в доверие. Она, будучи человеком, который способен вовлечься в какие-либо интриги, вот, согласилась ему помочь в этом. И Шестаков решил – пора действовать. Цель ясна. Осталось определить способ. Как? Было несколько вариантов. То есть прыгать на забор – глупо. Подкоп, пищеводный. Ну, с нынешними этим самыми аппаратурой и так далее – тоже глупо. То есть это насколько же надо в глубь уходить, чтобы докопаться. Шестаков выбрал самый неожиданный и изящный план побега. На его реализацию ушло всего 10 дней. 10 дней. 10 дней? За 10 дней всего? Да. Именно эти 10 дней потрясут всю систему уголовно-исполнительного наказания России. Применением бензопилы, из которой делали, так сказать, летательный аппарат – это, да, классический пример. Он и есть в анналах конвойной службы и как учебное пособие проходил. А с применением, конечно, вертолета – это первый, наверное, случай действительно вот в России. Бежать или не бежать – этот почти гамлетовский вопрос задает себе каждый заключенный. Известно, что первые три года – самое трудное. В тюрьме свой календарь. Там день тянется, как месяц, а год – как целая жизнь. Самое трудное – считать и ждать. Осужденный Моисеев считал и ждал 10 лет, исположенных 20-ти. И сорвался. В буквальном смысле. В бега. Значим факт условно-достоятельное освобождение. То есть раньше времени выйти из мест лишения свободы. Более того, он первого хорошего имел. Он был столером, он не просто там сидел, а он выходил там, скажем, в промзону, работал, свободно передвигался. Я просто хотел помочь доченьке. И если бы я это сделал, допустим, успешно, что это прошло, я просто-напросто вернулся бы. Потому что прятаться по чужой фамилии мне не хотелось, да и не хочется. Я просто вернулся, помог бы доченьке и вернулся. Из личного дела Ивана Моисеева. 1960 года рождения. Осужден по статьям УК РФ 105-й убийство, 126-й похищение человека, 117-й истязание на 20 лет лишения свободы. 20 лет. Я считаю, что 20 лет. В могиле можно за неделю умереть. А 20 лет – это ужас. Это очень большое слово. Для меня, конечно, это было приговором. К смерти просто-напросто. Моисееву всего 52, хотя с виду он настоящий дед. В тюрьме его так и зовут – дед. Иван Андреевич здесь в большом авторитете. На свободу выйдет 70 с лишним, если, конечно, досидит. И уже не дедом, а глубоким стариком. А значит, кроме времени и свободы, терять ему нечего. История этого побега началась в день, которого ждут почти все заключенные. Ну, у нас был день открытых дверей, проводился в воскресенье. Это 14 октября 2012 года. Приезжала к нему дочь, Громова Ефемея. Вот она ему как бы жаловалась, что не хватает денег, нечем кормить детей. Когда на последнем свидании встала разговор, доченька, ты что не лечишься? Ты же муж здоровый, нужно детям. Если с тобой что-то случится, дети куда, чего? О, как? Что с ним будет-то? Одно небольшое уточнение. 20 лет колонии Моисеев получил за убийство родного сына. Денису было всего 21. Он украл у отца деньги. За это папа его вначале запытал до смерти, а потом зацементировал тело в гараже. Спрашивается, с чего вдруг такая неудержимая любовь у отца к своей старшей дочери Фиме? Исходя, опять же, из его показаний, мотив его победы и цель, куда он двигался, это его дочь, которой он якобы хотел помочь материально. Но, опять же, как он это мог бы сделать, если он находится в местах лишения свободы? Помочь доченьке, а потом вернуться в тюрьму. Возможно, когда-нибудь по этому трогательному сюжету даже снимут кино. Но пока в реальность этой истории верится с трудом. Думаю, что это замысел, побег, возник у него 7 минут. Он не планировал. Окончательное решение ко мне пришло вечером, что если я уйду, я помогу дочке. Если я не уйду, но убьют, то, значит, этому и быть. Этого ночи, это мы, с 14 на 15, я просто не мог успокоиться, я ночью не спал, не мог заснуть. Улучив момент, он при помощи деревянного шеста и проволоки сделал замыкание в электроцепи, тем самым обесточив на непродолжительное время колонию, где он содержался. Он вопросы по электрике кое-какие знал, с вещем даже доска была прислонена ближе к фонарю. Это все элементарно. Господи, человеческое соображение. Только самый тупой не сможет это сделать. Человек незаурядной способности. Преодолеть семь полосы запредельное что-то. Ведь он как бежал, он руками раздвигал проволоку колючую. Егазу. Его взять нельзя. Руки. Все равно, чтобы брать нож и провозить руками. Ну да, Егаза. Когда я преодолевал, я ничего не чувствовал, ничего не думал. Это все произошло очень быстро и происходило все как в тумане. Что я еще могу сказать по поводу этого? Как то, что быстро он перемахнул забор и все. Что еще тут? Действительно, добавить больше нечего. Словно дубровлаг в Мордовии не зона. По периметру которой километры колющей проволоки, караульные вышки из десятых злобных специально обученных собак. А еще сенсорная и электронная система наблюдения в придачу. Подумаешь, пустяк. Говорили, что там женщина была, она его видела якобы, но не стрельнула. Она подняла тревогу, то есть сделала все как надо, но не смогла выстрелить. В недавнем прошлом все зоны охраняли солдаты-срочники. Теперь на караульной вышке может стоять любой контрактник. Мужчина это или женщина. Без разницы. Женщина-мать, женщина-хранительница от ЧГ, и она не должна нести службу с оружием. Но, к сожалению, всегда так получается. А женщина более выносливая на свет. Может быть, он бы и не убежал, если бы там не женщина была на вышке, которая бы стрельнул бы, как бы. Возможно, и Алексей Шестаков не улетел бы на вертолете, если бы не женщина. Тонкий знаток психологии он рассчитал. Если на караульной вышке окажется женщина, значит, есть шанс, что хотя бы на полсекунды она промедлит с выстрелом. Так и случилось. Предоставлено время, чтобы он отказался от своих намерений. В дальнейшем окреп, стой, применение огнестрельного оружия, воздух и при попытке пресечения основного угрожения, применение оружия на угрожение. Так положено действовать в чрезвычайной ситуации по уставу охранной службы тюрьмы. А как было на самом деле? Я вам скажу так. Вот здесь уже в армии, да? Подвиживающиеся мишени. С трехсот пятидесяти метров. Это еще одна немаловажная деталь, которую Шестаков учел во время своего побега. Расстояние от вышек до плаца – 350 метров. Охранники вооружены автоматами Калашникова. Попасть в человека с такого расстояния почти невозможно. Зато шансы уйти на свободу живым растут. Это неординарный человек. И этот неординарный человек спланировал все. Причем еще за полгода до побега. Для начала он наладил дружеские отношения с заместителем начальника колонии. С целью облегчить, так сказать, условия своего содержания, Шестаков обратился к Беловикову и предложил ему за взятку, чтобы он разрешил ему проживать отдельно от других осужденных в спортивном зале данного исправительного учреждения, а также пользоваться мобильным телефоном, звонить с него. В общем, активно его использовать. Потом Шестаков добился, чтобы с него сняли метку склонен к попегу и изменили режим содержания на более свободный. Затем у заключенного появился телефон и даже интернет. Цель побега была ясна. Оставалось придумать способ. Как? Это умный человек. Ну, зачем я, чтобы дурак такую схему не придумал? Шестаков связался по мобильному телефону с авиакомпанией и заключил контракт на аренду Ми-2. Для побега подходит идеально. Но как вертолет прилетит на зону? Это ведь не такси. И тогда был разработан план, достойный российского Джеймса Бонта. Наверное, получил все условия контракта. Потом остались исполнители. На роль исполнителя Шестаков назначил ту самую Татьяну Важалину, который стремился и по которой сходил с ума. В назначенный день Важалина вместе со своим приятелем из Питера Александром Русаковым должны были подняться на борт вертолета, а затем посадить его уже в колонии. Из личного дела Александра Русакова. 1975 года рождения. Неоднократно судим. Наркоман. Последний срок получил за разбой. Ну, они себя выдавали за, так скажем, важных гостей, для перелета которых был арендован этот вертолет. Вот Шестаков имел возможность, здесь придется признать, по телефону давать указания этим лицам. То есть, все-таки, головой во всем этом был именно Шестаков. Но, однако же, всю роль по найму вертолета, по, значит, дальнейшему определению пути побега играли его пособники. Вертолет заказан. Исполнители ждали отмашки. Шестакову оставалось организовать наземную часть побега. Он понимал, чтобы уйти от преследования, машины нужно менять, как перчатки. Шестаков договорился с тремя таксистами. Каждой машине определил точку посадки и высадки. Никто из водил не должен догадаться о побеге. Каждый знал, что он стоит с ним, как он ждет. Когда до побега оставалось всего три дня, Шестаков неожиданно меняет план. Сажать вертолет на плац слишком рискованно. И беглец, и машина могут превратиться в доступную мишень. Тогда Шестаков решает. Лучше он зацепится за трос пролетающего в небе вертолета и так покинет зону. Я человек, который, ну скажем так, адреналин, что ли. То есть в свое время я летал и на парапланах, и на дельтопланах, и на крыльях. Да, Шестаков вообще это человек интрига. Побег этот был совершен как попытка Шестакова показать свое я перед преступным миром, который отбывает наказание. Во-вторых, может быть, он хотел в какой-то мере показать несовершенство той уголовно-исполнительной системы. Человек-адреналин. Человек-паук. Именно так называли Виталия Островского, заключенного из Бутырской тюрьмы, который тоже решил проверить на прочность уголовно-исполнительную систему. Неординарно относился к сокамерникам, так сказать, отрабатывал, можно сказать, на них технику ударов, прыжки, резкое взбирание по отвесным стенам, вследствие чего его и прозвали-то Человек-паук. Чтобы спланировать идеальный побег, должен человек обладать достаточно очень высоким уровнем интеллекта, соответственно, вот, физической подготовкой. Из личного дела Виталия Островского. 1985 года рождения. Родом из Белоруссии. Служил в армии. Занимался альпинизмом. Обладает большой физической силой. Склонен к апатажу. Криминальная специализация. Кражи. У него случилось психическое расстройство. Диагноз точно я сейчас не скажу вам. Его привезли сюда. Это психиатрическая больница следственного изолятора номер 2 города Москвы. Островский понимал, что долго его держать в психушке не будут. И в скором времени перевезут в обычную тюремную камеру. Однажды, сидя на шконке, он услышал, как охранник открывает дверь. Сейчас или никогда, решил Островский, и бросился на охранника. После того, как оттолкнул охранника, он спустился по лестничному маршу и выбежал вот в эту дверь. Это как раз была на тот период рабочая дверь, через которую осуществлялся вход-выход на данный корпус. И вышел вот сюда во двор, значит, путь его был вот туда, в угол. Вот в этом месте, вот вы сейчас видите, идет стена. Вот эта стена высотой была вот прям до самой вышки. Подготовка его была настолько физически хороша, что он на пальцах, цепляясь за выбоины в кирпичах, смог добраться до самого верха стены и оказался перед часовым. Солой среагировал, увидел, но не успел. Он пока сделал предупредительный выстрел вверх, он уже перепрыгнул через забор, а в сторону уже за забор стрелять в часовой не стал, потому что там находятся жилые дома, вот, и могли попасть гражданские люди. Его задержали аж в Финляндии. Вот. И потом передали сюда. Вот. Он бегал, прошел все, считайте, границы. Это и Россию, и финскую границу. Вот. Задержали его финны. Вот. Тоже там на попытке кражи. Депортировали сюда. И здесь он уже за побег был осужден. Вот. Дали ему три года общего режима. Вот. И сейчас он будет направлен отбывать наказание. А после чего будет уже передан в Белоруссию. А это Евгений Печенкин. Человек-крот. Мошенник и аферист, который сбежал из Новосибирской колонии. Самое хорошее оружие это мозги. Это страшнее пистолета, это страшнее любого оружия. Бывший прораб. Он втерся в доверие администрации и был назначен бригадиром на стройке новых бараков. А сам тем временем рыл подкоп из сарайчика, где хранились инструменты. На все ушло четыре месяца. Вертикальный лаз был прорыт на пять метров, чтобы под землей обойти защитные сооружения и средства охраны. Потом вперед еще сто метров и еще восемь метров под углом, чтобы выбраться на поверхность. Для удобства в тоннеле были проведены свет и вентиляция. Во мне зверь живет самый настоящий внутри. С мастерством крота печенки народовал обычным мастерком. Копал сначала сам, но ближе к зиме подговорил еще двоих зэков. Землю выносили в карманах или незаметно в картофельных мешках и рассыпали на соседней стройке. Всего, по словам Печенкина, они нарыли три КАМАЗа с прицепами. Ненавижу и вас тоже ненавижу. И вот оператора ненавижу. За что ненавидит новосибирский крот Печенкин оператора непонятно. А вот два сообщника этого беглеца, которые помогали вырыть рекордный лазбюдер, точно имеют полное право ненавидеть Печенкина. За два дня до побега он предложил своим сообщникам отдохнуть. Как-никак впереди Новый год. Те согласились. И зря. Хитрый Печенкин сам закончил рыть тоннель в ночь под Новый год. 31 декабря в последний раз окинул взглядом свое подземное творение и ушел на волю. А его друзья-пособники получили по два с половиной года сверх прежнего срока. Так Печенкин потерял друзей. Ловили Печенкина долго, но на след вышли сразу, как только пальчики крота засветились в очередной финансовой афере. В итоге Печенкин получил срок по новому делу, а заодно и срок за старый побег. Неважно кто ты, человек-крот или паук. Каким бы гениальным ни был задуманный план побега и как бы удачно все не начиналось, заканчивается все одинаково плохо. Снова тюрьма, новый срок, да еще с ужесточением правил содержания. Заключенный Моисеев по кличке Дед об этом знал, но все-таки совершил свой побег на рывок. Конечно, я считаю, что у меня высшие силы помогали. Конечно, считаю, пусть это вам смешно покажет, что мне помог ангела хранить, потому что такое препятствие преодолеть просто-напросто невозможно. Кроме высших, к месту преступления в республике Мордовия начали стягиваться другие силы, органов внутренних дел. В результате разосланных ориентировок были представлены приметы Моисеева, его возможные связи с родственниками. Он бежал в сторону леса, при этом упав, перекувыркнулся, почувствовал, что себя как бы в воде, почувствовал, что ноги не доставят дна, решил, что это речка. Ну, как, кстати, для казания работал. Видите, на какую дорогу из леса просто-напросто. и двигаться в сторону населенных пунктов. Просто шел, бежал он, а как выжить, об этом тоже не думал. Я так понимаю, он сбился с пути. Завидев в сумерках огни какой-то деревушки, Моисеев решил, что отсидится там. Подходя к деревне, его пугнула собака, он, обходя по левую сторону, увидел дом. Дом был жилым, но хозяина не было. Осторожно обойдя вокруг жилища, Моисеев нашел лаз, через который можно было забраться в подпол и там дождаться, когда его перестанут искать. Ну, сохранился тот самый поддом, но в том, к этому моменту меня искать стали. Поддом просидел двое суток на корточке так вот мокрой, не ел, не пил, потому что были обыски, потому что искали, что где были сотрудники. Были проведены мероприятия по подворовым обходам, то есть сотрудники учреждения по исполнению наказания совместно с сотрудниками органов внутренних дел прочесывали буквально всю местность прилегающую и расположенную рядом с правительственным учреждением. Сидеть в сыром подвале в осенние ночные заморозки было тяжело. Моисеев решил перебраться на чердак. Да и наблюдать сверху за деревней было удобнее. Поднялся на крышу и там еще двое суток присидел тоже. Без питания просидел без воды стал ощущаться нехватка воды в организме пить очень хотелось и изображал что еще сутки может оцепление снимут перестанут машины ездить потом пойду дальше. Словно загнанный зверь беглец наблюдал как его ищут. Стоило ли бежать чтобы сейчас сидеть в полузаброшенном доме голодным замерзающим одиноким не скажите это тоже свобода чтобы это почувствовать нужно просидеть десятку конечно был я на свободе я говорю ну надо бежать в сторону Москвы в Москве говорю на Казанском вокзале документы и все копейки стоят и все и свободен я сижу здесь замерз как собака мокрый и мне никто ничего не укажет я сам себе свободен я внутренне свободен побежал в другую сторону но у нас Мухаммад куда у нас прячешься где те же родственники в первую очередь выдадут и предадут когда он сбежал мне все писали внутренне родственники знакомые стали писать Галя осторожней Ваня убежал вознос в Москве он что он тебя хочет убить за то что ты вроде пошла в милицию ну и я знала что я всем им писала он говорит не бойтесь меня он не бьет он меня всегда любил не за тем он сбежал что вот им надо убить меня я не верила то что я знаю его он был дом но голод и жажда сделали свое дело Моисеев решил позариться на и без того скудные запасы хозяина дома я спустился на лавке были яблоки взял два яблока и яички поднялось все мое питание на четвертые сутки именно эти несколько яблок и сыграли роковую роль того самого сыра из мышеловки убежище стало западней ловушка захлопнулась когда хозяин дома с города Старбеево приехал обнаружил что не хватает шесть яиц и несколько яблок на пятые сутки уже пять тысяч человек искал его четыре дня они все получили грубо говоря как минимум по дисциплинарному взысканию а возможно кого-то уволили и кого-то наказали чего-то лишили прикиньте днем и ночью искать человека когда на тебя орут и говорят ищи они все зны они все зны поэтому они я удивляюсь что они его не убили они могли его и убить поэтому естественно то что задержали работник коммунии повезло ему что он жив остался сейчас Иван Моисеев отбывает срок в той же самой колонии строгого режима из которой сбежал за четыре дня свободы ему добавили еще срок два года всего ему теперь сидеть одинадцать лет такая вот тюремная арифметика первоначально я думаю ему будет очень тяжело просто очень очень тяжело действительно если нельзя изменить ситуацию надо изменить отношение к этой ситуации в любом случае жизнь продолжается я думаю что он и это может преодолеть хотел бы попросить у него прощения за то что я его не простила за то что я не ездила то что я отказалась и сейчас вот когда все это произошло я поняла что он мне очень дорог что я его теперь не оставлю 8.30 утра в колонии началась смена караула до проверки заключенных полчаса плац был свободен но вертолета нет Шестаков понял что-то в его плане пошло не так пошло все не так вертолет завис над колонией но не над 17-й где их ждал Алексей а над соседней 12-й в отжалины и Русаков поняли что заблудились и приказали пилоту менять маршрут когда пилоту к затылку приставили дуло пистолета ну соответственно это нормальная реакция он полетел туда куда ему говорят 8.45 прапорщик охраны Татьяна Шлейник заступила на боевое дежурство и вдруг шум а за ним то от чего даже она опытная 40-летняя женщина обомлела над колонией летел вертолет слышал шум винтовки но я как бы не придал значения что-то такое может даже произойти Татьяна тут же доложила в дежурную часть включился сигнал тревога все четко по инструкции а дальше произошло невероятное вертолет снизился и завис над тюрьмой из люка вертолета сбросили длинный веревочный трос он почти доставал до земли счет шел на секунды прапорщик шлейник скинула автомат они немножечко трубу запутали я им сказал снизится до 45 метров они снизились до 20 то есть и когда веревку скинули получился большой такой-то клубок Шестаков встал ногами на клубок и дернул трос на себя это была команда вертолет стал подниматься а если бы этот клубок распутался короче то есть вот на всю вот эту длину мотка короче мне бы пришлось упасть то есть ну а как бы там сложилось не знаю Татьяна Шлейник видела беглеца в прицеле 5 секунд 350 метров между ней и Шестаковым предупредительный выстрел в воздух но никто его не слышит в шуме винтов следующий по инструкции в беглеца она выстрелила вот я ей говорю что то есть подвижившийся мишень с 350 метров была уверенность что у меня была уверенность прапорщик Шлейник промахнулась она хорошо знала инструкцию и следовала ей стрелять в вертолет нельзя он может упасть на жилые строения а секунды стремительно таяли Татьяна прицелилась еще раз но в следующее мгновение вертолет скрылся были кадры которые я видел когда с камеры находящиеся на территории колонии и отдать должное тому же навыку этого беглеца но прицепиться так быстро за такой короткий период на канат и рискнуть подняться над колонией это тоже надо иметь определенную смелость или в то же время держать была уверенность что не помнишь ну как я думаю все то есть было нормально такое чувство короче ну я уже видел когда уже он улетал вот этот момент эмоционально знаете что хватило духа у человека на такой поступок восторг и ликование среди заключенных сменились недоумением кто этот сумасшедший буквально проверка у нас проходила и вот во время проверки уже было известно что это он вертолет с висящим на тросе Шестаковым полетел в сторону Вологды а затем сел недалеко от окружной дороги основной ошибкой наверное осужденного Шестакова было то что вертолет был направлен в сосредоточии основных сил которые могут поднимать участие в розыске то есть полетели преступники в сторону города Вологды где и находились основные силы чтобы не попасть в руки полиции втроем Шестаков предложил сообщникам на время разойтись с условием что через несколько дней когда все утихнет они обязательно встретятся но это был блеф лишние свидетели побега Шестакова были не нужны любовь к свободе оказалась сильнее даже чем любовь к Татьяне Вожали информация о том что вертолет сел и именно место где он приземлился она поступила буквально через 20 минут после начала разыскных мероприятий то есть соответственно уже было определено место где возможно находятся преступники приблизительно было известно их количество и то что они вооружены во всех крупных населенных пунктах Вологодской области сейчас усилены меры патрулирования на постах дежурок усилены частично прошла информация опять же со слов жителей о том что преступники разъединились часть из них села в машину кто-то из преступников ушел пешком уже через час после побега на всех трассах стояли патрули на выезде из города они проверяли все машины двигаясь здесь по дороге нарядами увидели что идут мужчина женщина голосуют останавливать машины мы на расстоянии как бы им сразу сказали покажите ваши руки держите чтобы мы их видели мы прилазили съесть патрульную машинку немножко применили как бы в Англии она немножко получилась чтобы вы не имеете право что вы делаете потом она улыбнулась когда у меня зуба не было это вес как пример Всаков Александр Александрович год рождения 75-й судимость есть? есть когда за что? не помню точно статьи? 162-я 175-я фамилия и отчество? уважаемая Татьяна Владимировна год рождения 76-й судимость есть? конечно ну все а машина с Алексеем Шестаковым мчалась в это время в сторону Ярославской области ну скажем так я проехал два поста спокойно то есть никто не остановил или просто никто не нет остановили открыли машину посмотрели и пустили третий пост проскочить не удалось ну где-то ну где-то стояли мы в городу часа наверное три остановили все машины проверяли работали как обычно по плану вулкан вот на одной машине которую мы остановили оказался пассажир пассажир вел себя странно к тому же явно притворялся пьяным насторожили документы фотография и лицо пассажира явно не совпадали он уже был подозрением у нас когда человек то есть и когда вот произнес эту фразу что доставайте наручники он сразу трепенулся как бы отпрыгнул вглубь машины я вот видел чекот гранаты вот тут конечно уже екнуло сердечко и отбежали свою машину спрятали чтобы думаем сейчас если будет взрыв гранатный чтобы прикрыться за сколько в своей машине патрульной прошло 3 секунды взрыва не последовало Шестаков воспользовался заминкой мгновенно перебрался на переднее сидение и нажал на газ сотрудники ДПС открыли прицельный огонь по колесам но машина уже сорвалась с места ну и в принципе сразу открыли пальбу то есть я еще только сел на заднее сидение то есть у меня уже в принципе свистело с головой он доехал до знака грязная скинул машину и побежал в сторону строительной компании дороги и он бежит где-то слева от нас в сторону гаражей в нашу сторону направляет пистолет и такие движения дело как будто бы он стреляет только движение вот такое в нашу сторону в гаражах преследователи потеряли Шестакова тот перелез через ограду и попытался отобрать машину у кого-то из посетителей автосервиса но его самого чуть не задавили его сотрудник охраны бежал на прицеле кричал ему простое оружие ложись на землю все ничего не будет стрелять не будем ничего бить не будем все кричали то есть с одной стороны с другой это как-то так быстро беглеца уложили на землю надели наручники Шестаков уже не сопротивлялся единственное о чем попросил покурить мы спросили ты ранен? мы спросили он сказал да ранен живот мы загнули мы посмотрели маленькая кассация но все равно по рации вызвали скорую дежурную часть фамилия Шестаков Алексей Иванович ладонь погиб как совершили остались и так бывает убежал один а поймали сразу троих на всех вместе получили 47 лет тюрьмы выписками дали назначить Шестакову в учетом положения части 2 статьи 58 власти Российской Федерации наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме я сейчас нормально скажи так тихо все кто знает осужденный достаточно воодушевлялся при появлении интересующихся им сотрудников представителей СМИ то есть он сам себя считал в этом случае героем ну вы представляете такого никогда не было тем более в России сколько случаев таких вообще не потому что попасть в историю вы все раздули такую прям я не знаю маха объект захват все значительно проще неприкольно живешь 24 года сидеть Алексею Шестакову когда он выйдет на свободу ему будет 60 его героиня Татьяна Важалина осуждена на 11 лет однако Алексей не унывает может быть верит в новый полет когда пройдет этот срок никто не знает что будет завтра то побег будет еще я этого не говорил а все будет хорошо в Иркутской области разыскивают опасных преступников которые сбежали из колонии строгого режима это произошло в поселке Марково под Иркутском как рассказали в областном управлении службы исполнения наказания четверо осужденных сделали подкоп под забор сбежавшие зэки отбывали наказание за убийство и грабежи за свои преступления бандиты получили от 7 до 25 лет лишения свободы 4 месяца велись поиски беглецов 12 подразделений МВД ОМОН СОБР прочесывали непроходимую тайгу площадью в несколько сотен квадратных километров в зоне особого внимания оказалась не только Иркутская область но и соседняя республика Бурятия чтобы не выпустить преступников из предполагаемого района и затянуть так называемую петлю поиска были привлечены специалисты из Москвы поиски осложнял пресловутый человеческий фактор стало известно что один из бежавших преступников Владимир Авдеев бывший военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВДВ обладает навыками выживания в экстремальных условиях правоохранители понимали найти и обезвредить Авдеева будет непросто спецназ в СИН к его помощи прибегают когда остальные доводы исчерпаны когда преступника сбежавшего из тюрьмы или колонии не удается поймать сразу специально обученные и хорошо подготовленные профи тоже обладают неслабыми навыками элиты из воздушно-десантных войск морской пехоты спецназа ГРУ с опытом пребывания в горячих точках Человеку с улицы попасть намного сложнее в подразделение необходимо пройти очень строгий отбор где проверяются его не только физические качества но и психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям после этого он зачисляется стажером в подразделении через три месяца если выдерживая стажерскую службу мы зачисляем его в штат подразделения нашей съемочной группе удалось побывать на закрытой и самой секретной базе по подготовке спецназа ежедневные тренировки закаляют характер бойца спецназовец должен уметь выполнять задачи любой сложности и на любой местности все-таки основная опасность это сами горы то есть как бы объективные причины камнепады то есть погода лед, снег даже ведь человеку тяжело у них в горах то есть это самая большая опасность на самом деле здесь каждый шаг может оказаться последним поэтому во время боевой операции в горах все действия спецназа точно рассчитаны в основном работает снайперская пара то есть наблюдатель и стрелок наблюдатель постоянно контролирует местность в зоне поражения если объект появляется то есть есть фотографии допустим какие-то данные все если подтверждать что это ИОН то если дают приказ на уничтожение значит уничтожать этот боец старается не светить свое лицо снайперу не нужны лишняя слава и внимание от одного его выстрела может зависеть успех всей спецоперации первым на линию всегда выдвигается он снайпер а уже за ним следует группа автоматчиков мы не вправе выдавать все тайны спецоперации по поиску и захвату иркутских беглецов можем только сказать что все делается профессионально и грамотно 12 июня почти через месяц побега под стражу был взят первый из сбежавших 27-летний Юрий Прохоров искусанный комарами и мошкарой беглый зэк прошел 300 километров по тайге прежде чем решился выйти к людям и наняться на работу в коровник даже не за деньги за еду 4 июля на окраине Улан-Удэ взяли еще одного 28-летнего Александра Рыбакова при задержании он не успел оказать сопротивление 26 июля был задержан третий беглец Константин Павловец преодолел по тайге 500 километров от Иркутска до родного села Косойброд в Нижнеудинском районе области ночью он постучал в свой дом ему открыл отец они проговорили до самого утра это было нелегко но отец все-таки сумел уговорить блудного сына добровольно пойти в полицию и сдаться на допросе Павловец рассказал все в подробностях где скрывался сам и почему все четверо подельников разбрелись по тайге в болото прятаться все там закопались этот вертолет над нами уже там все ну летает летает тает а в идеях поднимается и на хода ну когда увидел что их высаживают а мы так и не вылазили из этих болот сидели в этих кустах на свободе оставался лишь 38-летний Владимир Авдеев которого теперь уже не без основания можно назвать дерзким организатором побега и лидером группы петля поиска сужалась шансы преступника выскользнуть остаться на свободе и выжить были практически сведены к нулю рано или поздно или он сам как бы там в тайге его или дикие звери задерут или он сам там может от обезвожения или какие-то раны получит травмы там серьезно не сможет никаких медикаментов достать там начнет загнивать и от болезни умрет или в конечном итоге все-таки поймает так и случилось холод и голод выгнали Авдеева из тайги он сам вышел к людям на заготовительный участок около поселка Большой Луг без документов и лишних объяснений нанялся в рабочие и решил затаиться до поры до времени не вышло чужака в тайге вычислили сразу взяли Авдеева рано утром оказать сопротивление преступник не успел операция по его захвату длилась почти 4 месяца а закончилась в считанные минуты сейчас Авдеев дает показания ты намеренно как бы их одних оставил нет они сами потерялись ну в тягой санете были да? да и меня без разницы я их померил что решить без славы скрываться во время операции по захвату Авдеева спецназ обошелся без крайних мер и даже не применил огнестрельное оружие но можно не сомневаться какими бы хитроумными и коварными ни были замыслы беглецов ответ на их преступные действия всегда будет жестким и адекватным во всем мире нет таких тюрем из которых заключенные не пытались бы сбежать но как бы гениально все не начиналось финал всегда один преступников ловят и добавляют срок для тех кто еще не понял идеальных побегов не бывает это иллюзия ловушка для дураков иллюзия из новых мест в bipartisan ii и в в в в Редактор субтитров А.Семкин